Мурома Муром — уездный город Владимирского наместничества. Название города достаточно прозрачно. Оно происходит от названия финно-угорского племени Мурома, которое населяло эти территории до прихода славян. Как и многие другие, это название вошло в язык наших предков практически без изменений, оставив в народной памяти и на географической карте следы общения разных народов. В говорах Владимирской области существительное «звонец» употребляется для названия «колокольчика» травянистого растения с лиловыми или темно-голубыми цветками, по форме похожими на маленькие колокола. Существительное «звонец» образовано суффиксальным способом от глагола «звонить» с помощью суффикса «ец» со значением предмета одушевленного или неодушевленного, производящего действие, названное основой глагола, от которого оно образовано. С одной стороны, существительное «звонец» обозначает неодушевленный предмет, производящий звон. С другой стороны, это существительное употреблялось для названия «человека», который звонит в колокола, то есть «звонаря». Очевидно, что свое диалектное название «звонец», «колокольчик» получает в результате метафорического переноса по форме. Приготовил лосося или лосось. Как правильно. В русском языке категория одушевленности имен существительных имеет регулярное выражение в совпадении формы винительного падежа с формой родительного падежа во множественном числе и в единственном числе у существительных мужского рода с нулевым окончанием. Вижу брата, сестер, животных. У неодушевленных существительных те же формы совпадают с формой именительного падежа. Вижу стол, книги, деревья. Вариативность употребления формы винительного падежа существительного лосось связана с представлением о том, одушевленным или неодушевленным существительным является данное существительное. существительное. Существительное лосось является одушевленным. В связи с этим правильно было бы употреблять в винительном падеже форму лосося. Однако в последнее время участилось употребление формы винительного падежа лосось. И связано это прежде всего с тем, что лосось рассматривается не как живое существо, а как продукт, блюдо. В этом случае допустимо и употребление формы лосось. Сегодня в меню кафе, ресторанов, рекламных объявлениях чаще употребляется именно форма лосось. Использовать лосось, приготовить лосось. Таким образом, если речь идет о живом существе, то единственно возможная форма лосося. Разводить лосося, ловить лосося. Если же имеется в виду продукт питания или готовое блюдо, то возможно и форма лосось. Outsourcing. Этот термин произошел от английского сокращения фразы outer source using. В вольном переводе она означает использование ресурсов, привлеченных со стороны, извне. В российском деловом обиходе аутсорсинг привлечения организаций сторонних компаний для выполнения каких-либо функций. У крупных компаний это организации услуг питания, уборки территории, охраны, ремонтов транспорта. Небольшие фирмы часто передают на аутсорсинг бухгалтерские юридические функции, обслуживание, айти-инфраструктуры.